Электрокар, который осматривает губернатор Рязанской области, белорусского производства. Николай Любимов заглянул под капот, а после пожелал прокатиться за рулем. Говорит, ощущения необычные. Еще не действует. Без тех пор шума. Ну как это? Шума не чувствуется никакого. Звука, движка нет. Ну, разогнаться в доме не дают. Так, конечно, хорошо было. За этими машинами будущее, заявил Николай Любимов. Губернатор выразил надежду, что если такие автомобили будут производиться в Рязани, то это сильно поднимет престиж региона. В скором времени это может стать реальностью. Следом за осмотром техники гражданской, губернатор осмотрел технику военную. БМД, БТР и на выставке были представлены новейшие автомобили. Бронирована защита третьего класса. Удерживает стрелковое оружие. Сель-62 без проблем. Здесь мы можем увидеть на капоте проверка. Вот, да, весь автомобиль проверен. Вот еще повреждения. Одна из самых интересных разработок была в самом помещении форума. Это одноместный двухплоскостной гироском для тренировки вестибулярного аппарата парашютистов-десантников. В дни форума на нем мог прокатиться любой желающий. Человека закрепляли на сиденье, надевали наушники и очки виртуальной реальности. На экране прыжок с парашютом с высоты 3000 метров. То, что кажется обычному обывателю интересным аттракционом, на самом деле является важной тренировкой для десантников. Что самое интересное, это рязанская разработка. Разработка наша, рязанская, совместная с предприятием нашей промышленности. То есть, как бы, классная система обустройства области и условия, которые сейчас созданы, позволяет нам творить небольшие, но чудеса. Если есть желание попробовать, я потом получу. Цифровое будущее Рязанской области обсудили на пленарном заседании. В форуме приняли участие председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы Андрей Макаров, представители Министерства экономического развития России, известных IT-компаний и крупных корпораций. Сам форум, по словам участников, удался. Правда, как отметил губернатор, хотелось бы увидеть все проекты, запущенные в работу. Телемедицина, электрокары в Рязани, дистанционное обучение – все это может стать реальностью в ближайшее будущее. Со стороны правительства Рязанской области соглашение подписывает губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов. Со стороны общества с ограниченной ответственностью 1С – директор Борис Георгиевич Муралиев. Соглашением предусматривается сотрудничество в области информационных технологий с целью повышения системы государственного управления. В рамках форума всего было подписано 4 соглашения. С Газпромбанком для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства. С белорусско-британским предприятием Unison для реализации инвестиционного проекта по производству и сборке электромобилей и компонентов. И компанией ООО «Синдекс» для сотрудничества по вопросам развития цифровой экономики. Итоги форума подвел Николай Любимов. По словам губернатора, мероприятие прошло успешно. Итогом хотелось бы видеть, во-первых, реализованные нами и нашими партнерами, и нами совместно проекты. И, конечно, новые идеи, которые воплотятся потом в стартапах и, соответственно, будут запущены в серию, что называется. Конечно, основным для нас является возможность, во-первых, воспользоваться цифровой экономикой для более эффективного управления, для более эффективного взаимодействия с гражданами, с людьми. Четыре соглашения позволят рязанцам, если не вырваться вперед в инновационной сфере, то точно удержаться на плаву среди технологически развитых регионов. Ведь, как сказал Льюис Кэрролл, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы попасть в другое место, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».